Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и это выпуск «Мнение дилетанта» о президентских выборах в Беларуси, которые запланированы на 8 августа, что ли, на 9 августа. Потому что много людей меня просело об этом рассказать, поэтому я записываю его, и тем более некоторые комментарии под нашим с Владом Бубиным видеоподкастом Альберта Ч. Стефановича Клевещут натолкнули меня на мысль, что люди за рубежом Беларуси мало себе представляют вообще ситуацию в стране и считают, что в Беларуси все очень просто изменить, типа. Да и сами некоторые белорусы, я с удивлением для себя обнаружил, как-то очень инфантильно, что ли, относятся. Я уже несколько раз и с родственниками, и с друзьями эту тему обсуждал, меня начинает, я серьезно на коня начинаю подсаживать, поэтому извините, если в течение этого видео я буду вести себя иногда несколько экспрессивно. Итак, начались сборы подписей для выдвижения кандидатов в президенты, и уже во время этой процедуры некоторых ребят, которые хотели стать кандидатами, посадили, у некоторых подписи просто отобрали, народ стал выходить на улицы, это просто так, краткое содержание предыдущих серий, выходить на улицы белорусских городов, в основном Минска, чтобы выразить поддержку этим кандидатам. Живее! Беларусь! 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 Скоро в Беларуси пойдет тапочная революция, то бишь вот этого усатого таракана Александра Григорьевича Лукашенко прибьют тапком народ, и он уйдет, его место займет более классный, умный, дальновидный и просто более крутой чувак, а может даже и чувиха. Это в радужных мечтах белорусского народа на данный момент, вот они почему-то считают, что в принципе достаточно выйти на улицы, и Александр Григорьевич решит такой, да, народ меня что-то не любит, уйду я, пожалуй. Вы успокойтесь, если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагаете, послушайте, кроме меня их никто не решит, и той власти, которая сегодня есть. Это вы, Саша, 3% уже написали на майках, ну вы хоть верите, что он действующего президента 3%, да вот в этой вот альтернативной кампании и то я больше трех наберу. На самом деле Александр Григорьевич считает, что не должны оскорблять именно его, а он сам может оскорблять кого угодно и как угодно. Белорусов он любит называть народец, а вот, например, как он отзывался о своих оппонентах на выборах президента Республики Беларусь в 2011 году. Скажу вам откровенно, я слишком самоуверенный и гордый человек, я себе не позволю такими методами смотреть на эту мразь. Кто повылазил? Богданкевич, Козулин, фу, даже фамилии противно называть. И прочая Лебедька, которую я по просьбе Романчука или как-то фамилия с ОГП был, он за мной ходил, просил, я его выпустил из тюрьмы, а он сегодня вякает. Так же, как и Козулин, это же подонки. А вот как он отзывается об одном из нынешних оппонентов Тихановском. Забавно тут еще и отметить, что он это говорит на той же встрече, на которую он опять призывал никого не оскорблять. Это небольшое отступление было только для того, чтобы продемонстрировать вам, какая лицемерная гнида Александр Григорьевич Лукашенко. И он был таким всегда, тем удивительнее для меня внезапное прозрение белорусской оппозиции народа. А на самом деле Лукашенко отвратительный урод. И я про него делал целое видео, пожалуйста, в правом верхнем углу появляется ссылка, либо есть в описании к этому видео, о том, как он уничтожал людей, как он пришел к власти, как он получил тотальную власть в Беларуси. Поймите, я, естественно, считаю, что Александр Григорьевич Лукашенко на данный момент плохой руководитель Беларуси. Его надо менять, он должен уходить. Но и так я уверен считает подавляющее большинство жителей Беларуси. Но дело в том, что наши хотелки никак не связаны с реальным положением вещей. И у меня создается полное впечатление, что в Беларуси у вот этого большинства жителей, которые хотят перемен, у них память рыбки гуппи. Одно дело смотреть вот на этих протестах, когда говорит 18-20-летний студент о том, что надо менять, надо что-то, чтобы новое пришло. Пускай вот он увидит, что народ против него. А другое дело, когда то же самое говорит какой-нибудь 40-летний мужик, который видел все... Какие-то сейчас выборы вообще у нас? Пятый или шестый? 94-й, 2000-й, 2005-й, 10-й, 15-й, 20-й. Это уже будут шестые выборы, в которых участвует Александр Григорьевич Лукашенко. Из них честными были только самые первые. В 1994 году все остальные выборы были нарисованы, их результаты. Они не сфальсифицированы даже были, а просто нарисованы. Понимаете? Центр избирком Беларуси просто ставит цифры от балды. Значит, не совсем от балды. Там должна быть существенная доминация одного из кандидатов, а именно Александра Рыгоровича над всеми. Чтобы там, знаете, было 75%, 80%, чтобы все остальные понимали, как много народу голосуют за него. При этом еще и с офигенно большой явкой на выборы. Даже есть конкретно видео, после каких-то одних из выборов, на которых он сказал, впрямую сказал, что он сфальсифицировал выборы. Вот это видео. Вот, комментируя итоги выборов 2006 года, вы сказали о том, что для того, чтобы они были признаны Евросоюзом, я не знаю, иронизировали вы или нет, вы сказали, что их пришлось сфальсифицировать в меньшую сторону. Нет, не иронизировал. Это была правда. Пришлось сделать меньше, да? И вот, имею в виду... Понизил себе проценты, понимаете? Слишком много за него голосов отдали, чтобы на Западе нормально выглядел. Вы в 2006 году даже два раза говорили о том, что вам пришлось фальсифицировать в другую сторону результаты выборов, чтобы Европейский ЕС так не реагировал на цифру за 90. Когда они меня достали с тем, что я там фальсифицировал выборы и в результате этого победил, я рассказал правду. И когда меня потом начали долбать за то, что я приписал все голоса, я вынужден был сказать правду. Понимаете, я вынужден был сказать. Это неправильный поступок с моей стороны. Неправильно, вы правы, что люди проголосовали, а я проигнорировал. Ну, извинюсь, если нужно, вернемся к нормальным результатам, потому что бюллетени же хранятся долго. И скажем, нормальный этот процент, который был. Ну, да, я виноват. Но это было. Вы мне задали вопрос, я ответил, как это вот технологически происходило. Так вот, было уже шесть, это шесть, хорошо, пускай было пять выборов. У людей что, память, пятиминутка, что это? Вы вообще не помните, как в прошлые разы это происходило? Вы не помните, как разгонялись митинги, как людей сажали? Я сейчас, знаете, смотрю, там мужик такой, ну, один из репортажей, я просто вот эти все репортажи смотрю, у меня постоянно такой этот фейспалм, мужик говорит, вот я вышел с собакой просто понаблюдать за митингом, а меня задержали, и моя собака там бегала где-то, а меня задержали, ну, это же дурдом какой-то. Я вам напомню, например, что задерживаю, был такой, такая акция, по-моему, десять лет назад, вот на выборах 2010 года, где народ, чтобы показать протест, выходил хлопал в ладоши. Это даже не на выборах было, это, по-моему, за повышение цен бензин, по-моему, такое. И там внезапно, например, была такая история, что задержали безрукого человека за то, что он хлопал в ладоши, безрукого. Если вы думаете, что власть такая дурная, мол, они задержали безрукого за то, что он хлопал, она не дурная, она вам показывает, что будут задерживать всех. Если вы не соображаете, если вы не понимаете вот эти намеки, очень толстые, по моему мнению, то bad for you, как говорится. Или я про себя расскажу. Моё первое задержание произошло на день воли 2000 года. Я учился в политехе тогда, это на Академии наук, кто в курсе Минской топологии. Я и четверо моих сокурсников, мы вышли, сели на Академию наук в метро, приехали на Якуба Колоса в ЦУМ в Атман купить. Вышли с подземного перехода, который около филармонии. Выходим из подземного перехода, вот я вот так вот туда вот идти, будет ЦУМ. И видим слева от себя такая линия из ОМОНовцев стоит, а справа от нас оппозиционеры отмечают День Воли. И вот мы как раз выходим из перехода, и вот этот ланцух, как по-белорусски, цепочка этих ОМОНовцев начинает бежать, и хватает нас, хватает этих оппозиционеров, кидает в автозаки. Хотя нет, даже тогда автозаков не было, просто какой-то, блин, не знаю, микроавтобусик, что ли, вонючий. Причем вместе со мной там был задержан какой-то из представителей ООН. Если погуглите, наверное, даже найдете, может, я вам где-то на фотографиях буду. И нас отвезли на Маяковского, вот вдоль Длининого дома, через дорогу. Там, видимо, какая-то воинская часть была, и там был огромный ангар. И мы там провели часа три, дай бог, если не больше, пока нас снимали, записывали наши данные. Это вот так, я за Ватманом сходил. И четверых из нас, например, выпустили потом, вот мы вчетвером, а мы стояли, пятого ждали, не дождались, потому что его с кем-то вывезли за несколько километров от Минска, и там просто выкинули. Вот как бы в такое, в назидание, мол, он сходил, блин, на оппозиционную манифестацию. Смотри, как мы просто за Ватманом вышли, понимаете? Я еще, когда несовершеннолетний был, я прихожу маме это рассказываю. Прихожу, мама, где ты шлялся, как всегда, да? Я говорю, так меня, блин, в оппозиционерах задержали. Говорит, охренеть. То есть я несовершеннолетний, моей маме даже об этом не сообщали, что я задержан. Нафиг надо. Я, кстати, думаю, что, возможно, нас тогда отпустили, потому что мы несовершеннолетние, а его вывезли, как раз он уже был 18-летним. Потом я участвовал там и в защите в 2001 году, когда были выборы этих, как его... А, слушайте, в 2001 были году выборы, не в 2000, я наврал. В 2001, потому что как раз прошли выборы президента Республики Беларусь, и на следующий день произошла вот эта... Самолеты в башне Близнецы врубились, поэтому всем было пофигу на Беларусь. То есть я и общался с КГБшниками и так далее, и так далее. То есть, ну, я примерно представляю всю эту кухню. И дело в том, что она не меняется с тех пор. Все проходит все то же самое. И у меня поэтому очень огромная претензия к нынешним лидерам оппозиции Беларуси. Потому что они делают все то же самое. А раз там, извините, взрослые дядьки по 50 лет, да, там Бабарыка Цыпкала, не знаю, сколько Тихановскому, то у меня возникает вопрос. Я не думаю, что они как раз дураки. Я думаю, что это люди, соображающие и знающие, что было до этого. Поэтому, например, удивительно там заявление семьи Бабарико, когда задержали и его, и его сына. И семья выступает, говорит, мы знали, что будет давление на кандидата, но не думали, что будет давление на его семью. Да, серьезно. Ни разу до этого не было в Беларуси такого. Впервые, блин, задерживают какого-то оппозиционного человека, и начинается еще и его семью прессование. Никогда до этого не было. Это сейчас, на всякий случай, ирония и сарказм. То есть они это прекрасно все знают. То есть они либо дебилы, полностью идиоты, либо у них какие-то другие цели. У них нету целей победить в этой компании, понимаете? Или вообще собрать какое-то оппозиционное движение. Возвращаясь к комментариям некоторых моих зрителей, что у меня пораженческая позиция, мол, ничего не надо делать, что я уже сразу сдаюсь. Я не говорю о том, что не надо делать. Я как раз за то, что надо делать, и этого мудака убирать усатого. Я говорю о том, что люди, которые пытаются это сделать, не учатся на ошибках, которые уже были ни один, ни два, ни три, и ни четыре раза, понимаете, в Беларуси. Значит, если меня смотрят люди из России и Украины, я рассказываю, как это происходит. Вы просто, например, украинцы, видимо, думают, вот тут собрал Майдан и сместил президента. Вот у вас в Украине началась стрельба, народ вышел и понеслась. У нас просто придут, дубинками всех разгонят, а самых буйных посадят, и на этом все закончится. Вот так это делается в Беларуси. Народ не будет сопротивляться на митингах. И власть не стесняется абсолютно применять силу для разгона. Вообще не стесняется никак. Ни в каких видах. Расстреливать, конечно, не будут, слава богу, спасибо за это, наверное, надо сказать, да? Но физическое насилие для разгона несогласных применять будут. Я вообще удивляюсь, почему кто-то думает, что этого не будет. Это будет, конкретно будет. Будут сажать в автозаки, будут давать сроки. Сейчас вон некоторые молодые исполнители, там какой-то я видел в Инстаграме, выступил в поддержку оппозитному, в поддержку народа, я буду так говорить. Его внезапно отчисляют из Института культуры. Он так удивляется этому. Или вот олимпийская чемпионка Мелитина Станюта по гимнастике вела передачу, тоже выступила в поддержку народа. Все, она больше не ведет передачу, тоже так удивляется. Блин, а ты не удивлялась, когда ты получала всякие призовые из рук этого человека? Тебя не удивляло, что вообще в стране происходит? А тут вдруг тебя обидели. Надо было удивляться, когда он брал всю полноту власти в свои руки, когда вот те митинги проходили. Если кто не в курсе, ну, например, сейчас вот в России приблизительно то же самое произошло после этого голосования за Конституцию по закону, но в Беларуси еще больше власти у президента. В Беларуси президент стоит над тремя ветвями власти, он все их контролирует, чтобы вы понимали. Там нету какого-то соперничества, между исполнительной, законодательной и судебной властью. Это все контролируется президентом. Президент – глава всех этих ветвей. О каких честных выборах вы можете тогда говорить? Как вы вообще себе представляете честные выборы? Вы серьезно? Вот меня смотрит, предположим, 20-летний парень из Беларуси. Человек, который участвует в выборах, контролирует результаты этих выборов. Какова вероятность, что он на них проиграет? То есть вот он просто контролирует цифры, которые будут нарисованы для тебя. Да, кстати, если кто не верит моему заявлению, что предыдущие все выборы нарисованы были, я вам рекомендую почитать посты про президентские выборы в Беларуси, про прошлые президентские выборы блогера Киреева. Я надеюсь, что я тут ссылку оставлю в описании тоже. Там просто математически это показывается, что это рисуются результаты. Они даже не подсчитываются. У нас даже нет результатов по каждому избирательному участку, понимаете? И вы говорите, давайте выходить на улицы, показывать, что народ против него. Да он знает, ребята, он знает. Да он в курсе, что народ против него. Ему пофигу, почему ему должно быть важно, сколько за него, за, против. Он имеет всю полноту власти и не хочет ее отдавать. Вы это не понимаете? Как это в вашей голове укладывается? У человека вся полнота власти над девятью с половиной миллионами человек. Он делает, что хочет. Как он может ее отдать добровольно, как вы думаете? Или он такой увидит вас, повторюсь, увидел вас на улице и решил, ну все, пора уходить. Вот куда он идет? Вы себе вообще понимаете, что он будет делать, куда он уйдет? И он создал полностью тоталитарную, авторитарную власть с собой в начале и расставил по всем главным постам и даже постам ниже своих людей, которые, если он уйдет, они сядут или, скорее всего, их убьют еще, еще хуже. То есть тут дело даже не только в Лукашенке, а во всей системе. Я не... То есть, ну... Это кому-то непонятно. Это что... Вот я еще раз повторю. Я понимаю этих 20-летних пацанов, которые... У которых... Для которых это первые такие выборы, да, они думают, что они сейчас могут изменить что-то. Но то, что их ведут вперед 50-летние мужики, которые в курсе всех этих раскладов, вообще и сами были частью этого... Этих раскладов. И врут им на чистом глазу, что они могут сейчас что-то изменить, выходя на улицы. Это тоже такое же преступление, как и... Не, ну, конечно, не такое же. У Лукашенко список побогаче будет, но это тоже преступление. И все эти профессиональные оппозиционеры, типа Северинца и Статкевича, которые не в состоянии рассказать, как это раньше было, как это было во все предыдущие выборы молодежи. И говорят им, да, давайте выходить, мы можем что-то поменять тут, вот этим выходом на улицу. Нет, мы можем что-то... Ребята, вы поймите, еще раз повторю, я не говорю о том, что ничего невозможно... И об этом дальше я буду говорить. Я говорю о том, что вот сейчас люди занимаются наступанием на грабли. И как я говорил в нашем подкасте, одно из определений безумия, это ты когда делаешь каждый раз одно и то же, надеясь на другой результат. Так вот, наша оппозиция сейчас делает все то же самое, что они делали 5, 10, 15, 20 лет назад. Надеюсь, что вот в этот раз точно получится, вот в этот раз вот все получится. Причем, вы понимаете, Лукашенко даже ничего нового не делает, вообще ничего нового. И это каждый раз каким-то удивлением для людей происходит. вот все вот эти задержания, подтасовка результатов, посадка кандидатов в тюрьму. Вам, не знаю, вам напомнить, как сели всем скопом в 2010 году все кандидаты, там, Статкевич, вот же это самый, Козулин. Козулина жена умерла, пока он в тюрьме был, его никто не пустил с ней попрощаться. Такой там Уус еще был, по-моему, Уус вообще вышел. Ну, по-моему, всех посадили, там, кроме Ромашевского или кто там был. Почему вы думаете, что сейчас будет как-то по-другому? Вот сейчас уже Бабарико сидит, Цепкало не допустили, Тихановский сидит, а потом будет в конце одержана элегантная победа с 80% голосов. О каком протесте мне пишут в комментарии, о каком пораженческом настроении вы имеете? У меня не пораженческое настроение, у меня настроение реалиста. Я просто в очередной раз вижу, как лидеры оппозиции сливают в прекрасную возможность чего-то, что-то действительно поменять в этой стране. И что будет дальше, я вам расскажу. Пройдет вот 8 августа, 9 августа, начнутся репрессии, то бишь реакции. Вам закрутят гайки еще посильнее, чтобы вы сидели и не рыпались. Под видом разгромной победы, за меня аж проголосовали 75%, значит, я веду страну в правильном направлении, за меня подавляющее большинство. Надо еще понимать, почему вообще возникло такое большое протестное движение в Беларуси сейчас. Потому что чувак за эти 5 лет совершил две огромнейших ошибки. Во-первых, дебильнейший закон на тунеядстве, который разозлил белорусов. Ну, то есть, если вы не в курсе, то если ты не работал, по-моему, больше трети в течение года, больше трети года не работал, то ты должен заплатить деньги. Ну, то есть, логика властей была в том, что это выводят в белую этих ребят, которые типа не работают, но на самом деле какую-то зарплату получают. Но оказалось, что в Беларуси действительно много реально безработных людей. Особенно это сильно, я об этом видео записывал, опять же, но повторюсь, особенно сильно это ударило по мужикам, которые в предпенсионном возрасте их, например, уволили. Ну, такое бывает. Ты в предпенсионном возрасте, тебе очень сложно работу найти. А тут тебе еще государство говорит, что ты тунеядец, оказывается, и заплати деньги. И очень много людей с собой покончили на этой почве. И это всколыхнуло очень сильно в Беларуси возмущение. Ну, потому что это бред. То есть, если ты не работаешь, у тебя нету денег, ты не можешь заплатить. Там уже, там, конечно, были всякие еще перекосы типа того, что приходилось платить беременным, солдатам на срочные службы. Они же не работают, значит, все тунеядцы, как бы, это же ничего не продумано, было, это потом как бы поправили. Но в итоге, вроде, этот закон на тормозах спустили, но у Лукашенко есть такая особенность. Он не признает свои ошибки. И он не может идти на попятны. Он такой, знаете, как самодур. Понимаете? И он не может этот закон отменить. Он не может сказать, что я был неправ. То есть, вот это раззадорило, а потом еще коронавирус ударил. И он, то есть, казалось бы, в авторитарной стране как раз с этим будет проще справиться, что продемонстрировал Китай. А в Беларуси коронавирус это искусственно раздутая истерия, паника, на самом деле ни хрена типа этого нету. Ну, как это известно видео, когда он в хоккей играет и... Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед, холодильник, это антивирусное лекарство, самое настоящее. А народ умирает от коронавируса, понимаете, заболевает и умирает, несмотря на его то, что не вижу. И вот эти два фактора, они сыграли свою роль, и народ потянулся на улицы. Но дело в том, что это надо было раньше делать. Понимаете? Это надо было до того, как он разогнал Верховный Совет в 95-м году, как он разогнал Конституционный суд, как он подмял под себя всю полноту власти, как он создал особые милицейские части и квартиры им пораздавал в домах. А, вот еще, я с Катей вспомнил, у нас же сейчас в Беларуси. Вот это, как-то, та вещь, после которой я понял, что в этом году ничего не будет в Беларуси. Типа, всякие милиционеры там, типа, у которых есть право на насилие, скажем так, стали постить фотки, мол, мы с народом. Ну, как они это делают? У них полностью закрыто лицо. Я это называю сцикливый инстаграм. Чувак, ты не с народом. Ты боишься, что тебе дадут по шапке за то, что ты тут тихонечко, настолько он боится, что его вычислят и уволят. Так если ты боишься, что тебя уволят, как же ты против власти выступаешь? Невозможно выступать против власти и хотеть перемен, боясь при этом хоть что-то, хоть на мизер потерять. Вы что, тоже не понимаете, что когда уйдет Лукашенко, жить в Беларуси станет хуже, что потом можно было сделать лучше? Невозможны перемены без потерь, этого не будет. То есть, вот это белорусская милиция сцикливая, понимаете? Я им даже могу в лицо об этом сказать. Вот мне к любому милиционеру, кто это выкладывал, я ему просто могу в лицо сказать. Я понимаю, что это сейчас звучит несколько бравурно, но у меня просто есть даже пример из той же Венесуэлы, где представители армии и милиции записывали видео, вначале говоря, как их зовут и со своим полным как его званием показывая, что они против вот этого правительства, там, Мадуро или против того, что происходит. А у нас вот такое вот фоточка, закрыв свое лицо, не дай бог, чтобы никто не узнал. это вы вот на них планируете опереться в случае какого-то протеста, что они на вашу сторону перейдут? Да они будут до последнего бояться, что не дай бог их в чем-нибудь уличат или что-то покажет на то, что они нелояльны режиму. Или я вот с другом недавно по этому поводу спорил, он говорит, что есть же хорошие люди в правительстве, наверное, которые поддержат протест. Ну, конечно, ну, во-первых, давайте поймем, что такое хорошие люди, давайте это озвучим. Во-вторых, конечно, конечно, есть хорошие люди, но они будут в первую очередь думать о себе, чтобы им, не дай бог, не прилетело, потому что в управлении Беларуси находятся люди без инициативы. Это такой вот отбор произошел за 26 лет. Те люди, которые просто по минимуму что-то куда-то лезли и по максимуму лезали Александру Григорьевичу. И таким образом они поднялись по карьерной лестнице, такой вот отрицательный отбор. Или вы с этим тоже не согласны? Вот те, кто в Беларуси живет, я просто сейчас объясняю нашим российским и украинским товарищам, что происходит. И об этом можно долго, долго, долго говорить. Я не знаю, я смог донести до вас, что вот подобное поведение, которое сейчас делает оппозиция в Беларуси, она не работает. Я надеюсь, что это смог. Но дело в том, что это повторяется каждые эти президентские выборы, вы понимаете? Мне, во-первых, никогда не было понятно, почему вы это президентским выбором всегда делаете. Надо работать в течение нескольких лет, вот это вот все, нагнетать этот народный протест. А тут бац, вот начались президентские выборы, и тогда вылезли. Во-первых, откуда это вот эти повылезали кандидаты, мало кому известно, наверное, кроме Тихановского, который все-таки видеоблогер, он там глава рекламной компании, он как бизнесмен сделал успешный бизнес, в общем-то, в рекламе из Гомеля. И вот, по-моему, около полутора лет делал вот такие видеоблоги о жизни в Беларуси, о том, какие проблемы. И мне, Тихановский очень сильно напоминает молодого Лукашенко. Вот у него точно такие же лозунги, как у молодого Лукашенко. И тут, кстати, есть другая претензия к кандидатам. Дело в том, что даже если предположить, вот, ну, это нереально, я вот предполагаю, что, например, на выборах побеждает не Лукашенко, приходит другой чувак к власти, а зачем ему что-то вот, грубо говоря, менять в системе? Он получает неограниченную власть практически по Конституции, на места бывших дружбанов Лукашенко своих дружбанов и продолжает в том же духе. А народ пока, знаете, на эйфории, там, наверное, первые лет пять будут думать, что новый чувак пришел. Ну, он, конечно, там что-нибудь кинь такие реформы для проформы проведет, а будет все то же самое. То есть, во-первых, нам нужен в Беларуси человек, который скажет, ребята, я прихожу только для того, чтобы сделать Беларусь парламентской. Я меняю Конституцию, делаю парламент. Почему парламентская? Потому что парламент это не власть одного человека. Это власть партии определенной. И в этой партии могут быть совершенно разные люди. Они могут, вот этот технократ отличный, вот этот хозяйственник крепкий. И, в общем, только чтобы поменять конституционный строй и отдать власть именно вот этим различным ветвям. То есть, не только, я не только про парламент, естественно, надо реформу судебной системы, то есть реформу правления, чисто вот этого, никаких там глобальных экономических изменений, вот чисто разделение, создать реальное разделение властей и уйти, и уйти из власти. Ни один из нынешних кандидатов подобного не говорит. Единственное, Бабарико сказал о том, что надо вернуться к конституции 1994 года, то есть, там, где была более такая парламентско-президентская республика, и все. Это единственное, что было. Так вот, теперь по поводу протеста. Типа, что надо делать, по моему мнению, как это, как этого чувака убирать? Во-первых, вы должны понимать его действия. Я еще раз повторю, что Лукашенко не придумывает ничего нового, его действия предсказуемы. Вы выходите на улицу, вас вяжут, сажают в автозаки. Вы устраиваете митинги, вас там записывают на видео, выгоняют из института. Почему-то к этому никто не готов никогда. Знаете, это как будто, как гром среди ясного неба происходит для людей. Значит, может быть только два вида сопротивления. Физическое и мирное. То есть, либо вы организуете боевые ячейки и воюете с этими милицейскими формированиями, устраиваете теракты и прочее, прочее, прочее. Либо, что мне намного больше нравится, мирный протест это все белорусская забастовка. Вы подготавливаете за несколько месяцев там насобирать себе крупы, консервы, чтобы не тратить деньги. Заплатить, там, не знаю, вперед коммуналку на какое-то время. Договориться с врачами, чтобы они больничные выдавали. То есть, даже если 10% населения не выйдет на работу, это уже огромнейший удар. Это вот конкретный показатель против чего, сколько людей против чего-то выступает. А если еще больше, это будет вообще офигительно. Это единственный действенный метод в Беларуси сменить власть на данный момент. Но для этого должны появиться вменяемые нормальные лидеры, которые, то есть, я это в общих чертах рассказывал. Вы же понимаете, что это очень такой хреновый план вот так вот. Я же не могу вам сейчас план действий тут расписать, вы уж извините. Но не появляется в Беларуси, появляются какие-то популисты типа Тихановского по второму кругу и появляются эльфы типа Бабарика, которые я и не думал, что будет на нас давление какое-то оказываться. Еще, кстати, я вот посмотрел видео Варламова по поводу белорусской ситуации. Там очень офигительно выступил комик Ваня Усович. Он, кстати, очень смешной сам по себе. Вот мы смотрели его выступление, мне он очень нравится. Знаете, у нас Беларусь очень маленькая страна, поэтому нас очень любят фасаться какой-то незначительной ерундой. К примеру, у нас Беларуси очень любят говорить, постоянно писать во всех учебниках, что мы находимся в самом центре Европы, в самом центре, если так обвести круг, то мы в самом центре. Просто, просто, насколько я знаю, пока из-за особенностей того, что мы в центре, мы только во всех войнах пизды первыми получали. Не, просто реально обидно, что если какая война, то у вас есть месяц пока пиздит белорусов. Это прямо обидно. Серьезно, мне кажется, даже если на вас захочет напасть в Китае, он скажет, давай сделайте через Беларусь, как-то с центра Европы посмотрим. И он, в принципе, сказал все то же самое, что я вам сейчас говорю. И у него там в конце была мысль, что надо вот после выборов 9 августа всей страной ехать в Минск и становиться на площади, там, собрать себе какую-то с собойку, обезболивающее, пластыри, когда дубинка вас будут бить, наклеивать. И действительно, возможно, если соберется очень большая площадь, а это хотя бы миллион человек, это, извините, одна девятое население Беларуси, то такую массу невозможно будет разогнать. Но, опять же, вот украинцы, наверное, себе представляют, что это вообще, ну, изи создать. Но вы не понимаете ситуации, что в Беларуси, грубо говоря, все частное, это наполовину государственное. То есть у нас нету каких-то вот таких олигархов, которые могут сцену подобную поставить, понимаете, разносить пайки, как это было на украинском Майдане. Это все, все в Беларуси по-хорошему государственное. И если какой-то действительно олигарх, ну, там, грубо говоря, олигархом можно так чижа назвать, например, но если он вдруг решит подобное делать, то это буквально минут на 30 его хватит, в общем-то. Или кого мы можем олигархом назвать? Кислого, да, главу Wargaming.net, который, собственно, на Кипре сидит, чтобы у него ничего не отжали, например. Или главу Епама, который сидит в Калифорнии, чтобы ему ничего не отжали. То есть в Беларуси у них только трудовые резервы по-хорошему. Они спокойно могут свой бизнес быстро перенести, главное, чтобы активы у них не забрали. То есть монополия на все в Беларуси находится у Александра Григорьевича Лукашенко. И он это создал себе в конце 90-х, в начале 2000-х. Вот тогда надо было какие-то митинги проводить, сопротивляться, ну, типа протесты, вот такие, которые сейчас. Сейчас уже бороться с этим надо, понимаете? И я повторил, есть только две, два пути этой борьбы. Так что выбирайте. А вот это выходить, там протесты какие-то показывать сейчас. Особенно, если вы молодые люди, вы можете себе жизнь таким образом. Ну, точнее, не вы можете, а вам сломают жизнь. Это, знаете, такое рандомное, рандомная фигня. Вы смотрите. То есть, дело в том, что вы, посмотрите, за какими людьми вы еще идете. Я считаю, что пока в Беларуси нету вот этого вменяемого лидера. А еще желательно, чтобы их было бы несколько на самом деле. Мне очень интересно, например, с какими задачами вот эти люди, которые сейчас кандидатами, типа, ну, они еще пока не являются кандидатами в президенты, зачем они пошли на это дело? Ну, в общем, вот такое у меня к этому отношение. Я, слава богу, смог остаться спокойным. Ваши комментарии с удовольствием почитаю. Давайте только постарайтесь не ругаться, а спокойно свое мнение писать, потому что только оттуда появляется истина. В спорах является истина, но спор при этом должен быть вежливым, а не оскорбительным. Когда человек начинает с оскорбления, то, собственно, с ним дальше разговаривать абсолютно не хочется. Спасибо, что досмотрели до конца. Вы видели и слышали Алексея Халецкого. И будьте сами хозяевами своей жизни.